Несколько секунд на размышление, абсолютно правильное решение, выдержка отсутствия паники. И речь идет не о мужчине, спасателе из МЧС, который привык к подобным задачам, а о маленькой девочке 10 лет. Благодаря Юле Чернова из Белгородской области живы остались трое ее братьев и две сестры. В репортаже Руслана Бекбулатова. Юля, настоящий герой, расскажет, что ей пришлось пережить. Я до сих пор не верю, что у меня нету дома. На пепелище своего дома Ольга Первухина пытается найти хоть что-то. Пожар уничтожил все. Документы, вещи, деньги. Главное, что у меня остались все дети. Спасибо Юле, моей старшей. Если бы не она бы, я рада, что такого ребенка воспитала. Пятилетний Саша показывает, как выпрыгивал из окна. Во время пожара выбраться ему помогла старшая сестра. Еще до приезда спасателей. Юлечка, добрый вечер. Как дела у тебя? Хорошо. Как кушала, спала? Хорошо. В больничной палате Юле уже пятый день. Девочку доставили в реанимацию без сознания, с ожогами и отравлением угарным газом. Серьезные травмы она получила, когда из огня спасала пятерых сестер и братьев. Младшему из них не исполнилось и двух лет. Кота, который сгорел, даже кот не смог выбраться. И платье. Мне папа подарил на Новый год. Очень красивое платье. Оно сгорело. В тот вечер 10-летняя Юля осталась дома за старшую. Отчим был на работе. Мама ушла за дровами. В доме печное отопление. Неожиданно погас свет. Как выяснилось позже, произошло короткое замыкание. Пожар начался здесь, на летней веранде. В считанные минуты пламя охватило большую часть дома. Здесь до сих пор тлеют угли. Выйти через входную дверь на тот момент было невозможно. Спастись можно было только через это окно. Юля не растерялась. Сначала пыталась потушить огонь сама, но пламя разгоралось слишком быстро. Тогда девочка разбила стекло руками. Осколки летели вот сюда. Я вообще ничего не чувствовала, как впилась сюда. Пока вытаскивала детей, надышалась дымом так, что выбраться самой у нее почти не было сил. Ой, вся в саже, что, ну, она повисла уже на окне. Ну, я вытащил. Потом скорая уже приехала. Ну, откачали ребенка. Пожарные приехали, когда уже полыхала крыша. Дому больше 60 лет. Перекрытие деревянное. Сгорело все очень быстро. Как рассказывают спасатели, в таких ситуациях даже взрослые не всегда понимают, что нужно делать. В таком возрасте сориентироваться в такой, как это сказать, чрезвычайной обстановке очень сложно. Совладать со своими действиями. Ну, решения приняло правильные, мужественные. Я бы сказал, даже героические. Сельская администрация ищет погорельцам новое жилье. Помогает восстановить документы. Сейчас большая семья живет у родственников в соседнем селе. Пытаются вернуться к нормальной жизни. Там были мои учебники, но они все сгорели. На беду семьи откликнулись жители едва ли не всей области. Незнакомые люди несут вещи, продукты, игрушки. Если бы я увидела их, я бы на колени, наверное, упала. Врачи больницы обещают выписать Юлю уже через несколько дней. Ее жизни и здоровью больше ничего не угрожает. За спасение на пожаре девочку представили на награде. Руслан Бекбулатов, Антон Ефремов, Виктория Филатова, Василий Филаретов. Первый канал. Белгородская область.